С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Новый начальник полиции по Ненецкому округу Олег Яковлев официально вступил в должность его кандидатуру к губернатору региона. Личному составу ОМВД представил начальник департамента государственной службы и кадров ОМВД России генерал-лейтенант Владимир Кубышко. На встрече с главой региона Олег Яковлев поделился первым впечатлением о вверенной ему территории. Новый начальник полиции прибыл в Наринмар накануне и уже успел познакомиться с некоторыми объектами. Много, как вы сами обозначили, очень много спортивных сооружений. Я вчера по городу раз-два проехался, показали мне, начальник ГРД показал, вот это сооружение, вот это сооружение. Вот меня впечатляет то обстоятельство, что в городе большое количество спортивных сооружений, плавательный бассейн и такой небольшой город. Я думаю, тут обхват молодежи, населения, есть чем заняться. Вместе с тем, отметил глава региона, есть и много проблем. Перед управлением сегодня стоят серьезные задачи по усилению штата участковых, выявлению оборота контрафактного алкоголя, борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, необходимо обеспечить правопорядок и безопасность в наступающем выборном цикле. Решение существующих проблем – приоритет в работе нового полицейского. Олег Яковлев родился 23 апреля 1969 года в селе Шакулова Чувашской республики. Службу в милиции начал следователем в Канышском РУВД. Затем был назначен заместителем начальника отдела, начальником следственного отделения ОВД Канышского района. В июне 2003 года он стал начальником ОВД Канышского района. В марте 2005 возглавил один из отделов ОВД по московскому району города Чебоксары. В 2009 году он назначен начальником управления внутренних дел по городу Чебоксары. В декабре 2010 года Олег Яковлев стал заместителем министра, начальником управления по работе с личным составом МВД по Чувашии, где и служил по настоящее время. Поэтому опыт очень большой. Мы давно знакомы с Олегом Николаевичем. В связи с тем, что он в последние годы состоял в федеральном кадровом резерве президентском, соответственно, проходил соответствующие сборы, соответствующие стажировки, соответствующую подготовку, планировался к выдвижению. Напомню, Владимир Яковлев назначен на должность указом президента России 12 апреля. Продолжение следует...